друзья приветствую евгений из новосибирска прислал образцы масла motul specific 504 507 530 сейчас я покажу вот описание автомобиль это volkswagen caravella ну как понятно из названия масла это допуск volkswagen 504 507 условия эксплуатации так здесь у нас описание масла распечатка соф сайта данные и естественно две баночки свежая и отработка данное масло я еще не проверял поэтому сейчас создам эталон обновив спектр на болваночке посмотрим что намерит прибор вот такая спектрограмма видно и стеровый пик сейчас я увеличу покажу примерно какое количество где-то 14 наверное может быть до 15 сотых но я так оцениваю около трех процентов ближе к трем так далее выбираю это масло подкорректировать значение так лимиты и посмотреть что намерил прибор противоизносных присадок 101 процент как в болванке которая сделана из кастрола 030 так гликоль сейчас приведу к нулевым значениям это будет уровень от которого уже будем плясать сажа и посмотрите что прибор намерил значит 7 и один про намерил щелочное и 193 кислотная но кислотно учитывая такой уровень хотя в общем то она более-менее реально но учитывая такой уровень все-таки высоковато я сейчас пониже но непонятно почему щелочное не не понизилась может быть какой-то определенный уровень эстеров но не не тип эстеров вернее извиняюсь заявленные производителем это 6 и 8 щелочное так значит это каравелла volkswagen t6 полноприводная девятнадцатого года двухлитровый ты дай дизель 150 сил пробег автомобиля двадцать тысяч шестьсот километров пробег на масло 4216 километров 281 вот сейчас со средней скоростью 15 километров в час так и смотрите 80 67 процентов по противоизносной присадки гликоли нет сажи двадцать шесть сотых процентов для города отличный уровень топливная работает шикарно кислотная 277 а щелочное 43 то есть есть еще запас практически на единичку выросла кислотная но в общем то здесь в районе 300 часов ну неплохо для для как для 504 507 c3 на мой взгляд в общем-то по особо право вопросов к машине к мотору нет ну понятно что 20000 пробег всего так сейчас покажу вам сравнение вязкости вязкость по идее должна быть здесь должно быть разжижение это все-таки городская езда плюс это новосибирск такой суровый климат холодно ну да видно что есть разжижение я оценил его примерно 43 процента но грубо говоря это если правильно я посчитал то это примерно 20 процентов плюс к начальной вязкости масла можно посмотреть по данным производителей примерно посчитать до отметьте пожалуйста видео подпишитесь кто не подписался ну и нажимайте колокольчик так вы не пропустите новые видео ну и вот оценка ресурса по тем данным что получилось по моточаса значит моющие нейтрализующие свойства практически 400 моточасов хороший на мой взгляд результат но другой стороны это дизель с ней трава ним тоже нет никаких проблем посмотрите больше 1000 моточасов но вот связка стью 650 общем-то минимальный ресурс получается у нас по моющим нейтрализующим свойством ну здесь топлива оно также могло повлиять на на спектр вот но думаю что где-то 350 наверное часов можно смело катать в этих условиях в этом автомобиле естественно на по трассе будет получше ситуация во первых там будет выпариваться конденсат и топлива вот если только конечно скорость там не будет очень высокая потому что на высокой скорости температура масла растет и это ускоряет химические процессы то есть она быстрее окисляется как уже не раз было замечено топливное в порядке противоизносных хоть и 67 но здесь надо учитывать что есть приличное количество эстеров они вот такую дополнительную и очень существенную поддержку оказывают создавая более толстую и намного более прочную пленку чем классический фосфор цинк вот ну вот такое масло такой тест получился благодарю евгения за предоставленные образцы за поддержку канала всех кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся в следующих видео пока